Девушки отдыхают Ты даже не можешь представить себе всей глубины взмущения Патишаха Того ужасного гнева, который может вызвать твое признание Это может кончиться тем, что он лишит тебя жизни Но отец любит меня Да, да, сынок Но помни, что долг для него превыше всего И никто не сможет спасти тебя, никто Если он сочтет твой поступок предательством Но Али честный и храбрый воин, он ни в чем не виноват Твой отец и сам никогда не допустит, чтобы его лишили жизни Только потому, что он не желает быть предателем Вам не удастся убедить меня Я решил признаться отцу, и я это сделаю Не беспокойтесь, я не скажу о вас ни слова Господи Сынок, что ты говоришь? Неужели ты думаешь, что я Хотя бы на секунду сейчас думаю о себе? Твой отец никогда не сделает мне ничего плохого Я уверена в этом Я думаю только о том, чтобы его гнев не пал на тебя Если бы дело было только во мне, я бы давно уже во всем призналась Послушай Через некоторое время Твой отец зайдет ко мне Позволь мне с ним поговорить Я надеюсь, что Я смогу предотвратить беду Или, по крайней мере, смягчить его гнев Сынок мой Буэзет Утром я дам тебе знать, что нужно делать Хорошо, мама Я подожду до утра, раз вы так просите Но только до утра А затем я пойду к отцу и расскажу ему все Я не знаю, не зря же не назвали вашу имена Наши имена? Ты слышал? Они назвали ему наши имена Откуда они знают наши имена? Да вот и они. Я выполнил вашу просьбу, но они утверждают, что не знают ни одного правоверного монаха. И неправоверного тоже не знаем. Мы, знаете ли, совсем по другой части. Мы больше по части торговли. Зачем нам какие-то дервиши? Зачем нам дервиши? Благодарю, любезный мой друг, и назови мне свое имя, чтобы я мог помолиться на тебя, обходя Каабу. Меня зовут Исхак. Я никогда не забуду встречи с тобой, святой дервиш. Я всегда буду помнить ее. Нет, кажется, я что-то припоминаю. Мы с вами раньше встречались. Ты встречался с дервишем? Ты не перестаешь меня удивлять, дорогой компаньон. Да. Боже мой! Сеньор Ильич! Какая радость! Какая радость! Боже мой! Неужели это вы? Какая неожиданная встреча! Исак, что ты говоришь? Исак, ты же и должен... Простите его, пожалуйста. Он очень устал. Он сам не понимает, что говорит. Боже мой! Я не понимаю! Боже мой! Ты не понимаешь! Я не понимаю! Боюсь, на этот раз вы не правы. Я действительно ваш старый друг Ритчи. Радость! Друзья мои, тише, тише, тише. Жош, посмотри! Боже мой, щедрен Критчи! Здесь я одни. Друзья мои, я очень рад видеть вас. Но должен признаться, что подвергал себя риску не только для того, чтобы увидеть вас. Дело в том, что мне нужно срочно покинуть эту страну. Да так, чтобы меня никто не узнал. Я все понял. Я понял сразу же, как только увидел вас. Только не успел сказать об этом Иосифу. Я тоже понял, как только увидел сеньоров, что нас ждут приключения. Послушайте, послушайте, что я вам скажу. Если у сеньора Ритчи получилось стать Дервишем, то вам ничего не стоит стать правоверным монахом. Это очень просто. Вам только нужно будет шевелить губами во время молитвы. И не очень стараться во время святого омовения. Да. И тогда вам не нужно будет покидать Истамбу. Вы знаете, так и прав мой. Да. Прав мой друг и компаньон. Они вас ждут на границе. А вы должны оказаться здесь, в самом центре Истамбула. Знаете, что мы сделаем? Мы посадим вас здесь, в центре Бодестана, рядом с собой. Переоденем вас в Дервиш. Вы будете сидеть и просить милых стыдюхов. Да, просить милых? Да. Да что ж? Да, очень будет все хорошо. И чтобы вы не сомневались. Ничего страшного, мой друг. Вы неплохо заработаете на этом. Поверьте профессионалу. И кроме того, ваше присутствие здесь может оказаться необходимым. Вызывать вас каждый раз из Венеции может оказаться чрезвычайно сложным делом. Ну что ж. В таком случае, я согласен. Ой, все будет хорошо, мы будем рядом с вами. Селим, мне нужно поговорить с тобой. Что случилось, Байзет? Чем ты так встревожен? Мне нужен совет твой, а может быть и помощь. Видишь ли, я собирался на охоту. Впрочем, если у тебя что-то серьезное, то охоту можно отложить. Идем скорее, я тебе все расскажу. Ждите. Я весь внимание, мой повелитель. Вы должны доказать, что я не зря взял вас на службу. Вы должны немедленно найти Байла Грити. Я даю вам на это сутки. Могу точно сказать, что он не покидал пределы Истанбула. Это ваш последний шанс. Если вам не удастся его найти, вам придется забыть о должности Кеглябея. И вообще, мне вряд ли в будущем понадобится ваша услуга. Я сделаю все возможное, мой повелитель. Но прошу учесть, мне нужны особые полномочия. Я должен иметь право задерживать всех подозрительных людей и обыскивать все жилища, которые сочту нужным. Да делайте вы все, что хотите. Впрочем, я надеюсь, что вы не будете арестовывать мудрисов и дервишей или обыскивать топ-капаи в мечети. Действуйте, но с умом. Я понял, мой повелитель. Я переверну весь Истамбул, но доставлю вам Байла. Идите. Великий Падишах, Башкаду не ждет вас? О, Великий Падишах! Мы хотим, чтобы ты выслушал нас. Хорошо, приходите ко мне завтра утром, я с удовольствием поговорю с вами. Отец, мы умоляем выслушать нас немедленно. Я обещал вашей матери быть у нее. Она ждет меня. Отец, мы не задержим тебя. Мы должны поговорить с тобой до того, как ты увидишь нашу мать. Ну, хорошо, я слушаю вас. Говорите, говорите. Отец, это мы виноваты в том, что князь Вишневецкий чуть было не бежал из замка на семи вежах. Что? Мы подкупили главу Капикул и Капиджи ворот. Да как вы могли это сделать? Как вы могли сделать это? Мои сыновья, принцы, один из которых должен наследовать трон предков. Позор, несмываемый позор. Вы оба, оба оказались предателями дела пророка. И нет вам прощения! О, Аллах! Проклято семя мое! У меня никого не осталось, и нет у меня наследников! Отец, это неправда. Селим не принимал участие в заговоре. Только я принимал участие в этом деле. Я только что рассказал ему обо всем, и он решил разделить со мной мою вину. Я прошу вас простить его, но только за эту ложь. Больше он ни в чем не виноват. Хоть этим ты меня утешил. Но почему? Почему ты решил спасти этого опасного разбойника, который организовал регулярные войска на наших северных границах? Ведь он создал коалицию, цель которой уничтожит наше господство в Европе. Почему? Князь Вишневецкий делает это для того, чтобы спасти свой народ. Ты простил пирата, который грабил и убивал правоверных только ради своей наживы. Так неужели я не мог простить человека, который делает все ради спасения своего народа? Кровь этого народа течет и в моих жилах. Замолчи, несчастный! Ты в первую очередь должен думать, что ты наследник Османской империи. Большинство высших должностных лиц нашей империи по происхождению греки, хорваты, русины, латиняне, причем не наполовину, а чистокромные. В их жизни нет более важных интересов, чем интересы османов. османов. А ты, ты мой сын, говоришь мне, что ты русин? Хорошо. Я подумаю, как тебя покарать. Убирайся прочь с глаз моих, чтобы я тебя не видел. иначе это может привести к несчастью. Но... Вон отсюда! Отец, я хотел сказать... за что ты покарал меня так тяжко. Чем расстроен, халиф, времени? Оставь меня и передай башкадуни, что я приду к ней позже. Слушаюсь и повинуюсь. Ммм... Ивану Sicher schools Хил Capitol молодец, что я тебе Nation Хил cavity кратк experiences молодец, Почему ты не хочешь сказать, что тебя беспокоит? Мне бы не хотелось говорить о неприятностях, чтобы не испортить эту ночь. Уже утро, может быть, ты хоть сейчас скажешь мне, что тебя тревожит. Мне жаль терять каждый час, который мог бы наслаждаться тобой на размолвке. Я думаю, Аллах дал мне тебя не для этого. Я тоже хотела поговорить с тобой об очень важном деле. Но, раз ты спешишь, я не смею тебя тревожить. Нет, говори, Хасеки Хорэм, я слушаю тебя. Между нами не должно быть недомолвок. Раз ты настаиваешь, я скажу. Речь пойдет о нашем сыне. Об Айзете? Откуда ты знаешь, что именно о нем? Во-первых, в последнее время ты только и говоришь, что о нем. Во-вторых, вчера вечером он рассказал о таком своем поступке, что я не могу забыть об этом ни на минуту. Я заметила это. И если не догадалась о причине твоей тревоги, то только потому, что он пообещал мне не говорить с тобой до сегодняшнего утра. Я умоляла бы из этого дать мне время самой переговорить с тобой. Слава Аллаху, он поступил как мужчина и не стал перекладывать свою вину на твои плечи. Более того, он переложил мою вину на свои плечи. Это я поручила организовать ему побег князя Вашневецкого. Я послала его к своим старым друзьям, чтобы они спасли жизнь Байде. Ты? Ты пыталась спасти жизнь злейшему врагу Империи? И делала это за моей спиной? А что же мне оставалось делать? Ведь я столько раз просила тебя, умоляла тебя подарить жизнь этому герою. Но ты был непреклонен. Я был непреклонен именно потому, что он действительно герой. А значит, может принести серьезный вред Империи. Твоей Империи. Ты прав. Твоя страна давно стала моей второй родиной. Но это не значит, что я должна забыть тот край, где живут мои родные, где похоронены мои предки. Ты не можешь требовать от меня этого. Я не требую этого. Но я прошу тебя, не вмешивайся в государственные дела. Мой отец Селим Явуз перед смертью предупреждал меня, что ни одна женщина не должна вмешиваться в дела державы. Он говорил, что это губительно. Я поклялся у его смертного адра. И я сдержу свою клятву. Первый раз за всю нашу совместную жизнь ты кричишь на меня. Прости меня, но я не могу говорить об этом спокойно. Ты не хочешь понять, что приучаешь Байзета идти против меня, против моей воли, против воли падишахой своего отца. это не может привести ни к чему хорошему. У него не может быть ничего хорошего. И он это знает. Ведь закон потиха еще не отменен. Значит, его ждет смерть сразу же после того, как Аллах сберет тебя к себе. Но почему? Он может жить в Кафисе. Жить в Кафисе? Ты называешь это жизнью вечный узник. Что может быть ужаснее? Даже смерть не может сравниться с такой участью. Увы. Это необходимо для спокойствия в империи. А для меня империя дороже всего. Дороже жизни. Дороже моих детей. Дороже меня. Нет. К сожалению, не дороже. Ты знаешь это. Дороже мой. 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 Осторожней. Госпожа, к вам ваш брат Алан. Зови его скорее. Я всю ночь не спала, ждала тебя. Мне только поздно вечером передали, что ты хочешь видеть меня. Но я не мог прийти ночью. Я ищу Байла Грити, и у меня нет времени для пустых разговоров. Ты его ищешь? А я уже нашла. Не выходя из гарема? Да, не выходя из гарема. Лейла, позови Хасро. Снова да твой Хасро. Я ему когда-нибудь горло перевяжу. Успокойся, успокойся. Хасро, расскажи брату обо всем. Слушаюсь. Мой господин, каждый вечер у Бадыстана я встречаю двух дервишей. И только вчера я вдруг понял, что один из них Байла Грити. Каким образом именно вчера тебе удалось сделать это открытие? Очень просто, мой господин. Вчера около Бадыстана играл музыкант. А Грити, переодетый в дервиша, выстукивал ногой в такт музыки по земле. Ни один правоверный не слушает так музыку, как этот дервиш, подумал я. Так делают только геуры. Присмотревшись внимательнее, я сразу же узнал Байла. Можете убедиться в этом сами. Уверен, сегодня вечером они будут на том же месте. Благодарю тебя, сестра. Мне нужно торопиться. Мой повелитель, я нашел его. Прикажете арестовать? Кого? Байла Грити. Оставьте его в покое, Байла Грити. Он, к сожалению, нам уже не нужен. Но почему же? Ведь это он, глава заговора. Во-первых, не глава, а всего лишь участник. А во-вторых, это приказ по дешевле. А тебе предстоит... Другая миссия. Я весь в внимании по виновении. Забудьте о Байла. Собирайтесь и немедленно отправляйтесь в Анталию. Передадите Ферман-Падишахову, Барбароссу. На голове и на глазах мой повелитель. Только смотрите. Ферман-Падишахов не постегла участь писем с этих деревьев. На чем предстоит и все наказание. Что подвалы Борчисарайского дворца вам покажется недостижимой мечтой. Мой повелитель. Я предан вам душой и телом. Ну тогда отправляйтесь. Ферман вам передадут на корабль. Ферман-Падишахову, Барбарсу, Барбарсу. Ферман-Падишахов. Имущества, принадлежащие супругам в отдельности, становятся общей собственностью. В случае смерти одного из супругов, оставшийся в живых, наследует все имущество. Пункт пять. В случае отсутствия наследника, королевство Кипр переходит в собственность в нации. Пункт шестой. Подождите. Наконец, я понял основной смысл этого контракта. Совет десяти уверен, что у меня не будет детей, и отдает мне Катарину с тем, чтобы под этим предлогом забрать мое королевство. Ваше Величество, мы будем счастливы, если у вас будут наследники. Но мы должны быть уверены, что отсутствие наследников не воспользуется Сулейман Великий. Это было бы трагедия для всего христианского мира. И прежде всего, для вашего народа. Я согласен. Я согласен с вами, сеньор Санута. Я согласен вообще со всем, что написано в этом контракте. Я хочу прожить остаток моей жизни рядом с Катариной. И если понадобится для этого отречение от престола при жизни, я соглашусь и на это. Можете не продолжать. Не утомляйте меня и себя чтением этого документа. Я уже сказал, что я согласен на все, что там написано. Как будет угодно, Вашему Величеству. В таком случае, соблаговолите подписать этот контракт. Я готов. Сейчас, когда документ подписан, я с Вашего позволения удалюсь, чтобы сообщить радостную весть князю Корнаро и прекрасной Катарине. Да, как Вам будет угодно, сеньор Санута. Также передайте, передайте ей, что я подписал его, не читая. Потому что за счастье быть рядом с ней, я согласен на все. Да, и прошу Вас поспешить, мой корабль, к Вашим услугам. И я надеюсь, что сеньорита Катарина прибудет на нем на Кипр. Я буду иметь честь точности передать Ваши слова, Ваше Величество. И хочу надеяться, и даже уверен, что в скором будущем Ваше желание исполнится. А я, я буду молить Пресвятую Деву Марию, чтобы это случилось именно так. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, добрый человек. Вы можете отправляться домой, вас больше не ищут. Вы уверены? Я только что от Падешаха. Он знает все. От Роксолана и Хатун. Но, как мне кажется, по ее настоянию решил прекратить это дело. Капиджи Баши выслан за пределы империи. Остальных он приказал не трогать. Но, чтобы не было разговоров, что он простил своему сыну то, чего не простил бы никому. Кто за что поплатил всю жизнь отец Мастафана? Ну что ж, отрадно слышать. Еще бы несколько дней такой жизни, я бы попал в эморет. Для потерявших разум. На вас не угодишь, друг мой. И тем не менее, вы неплохо заработали. Слушая музыку и благословение проходит. Вы неблагодарны. Готов с вами согласиться. Но только позвольте мне отправиться домой и помыться. Такой строгий режим мне не под силу. Думаю, что больше никогда не буду выдавать себя за монаха в какой-либо конфессии. У меня есть важное сообщение. Думаю, что вы скажете что-нибудь более важное, друг мой. Говорите, я слушаю вас. Великий визирь отправляет Алана в Анталию для встречи с Харидином Барбаросом. Он повезет специальный фирман для Капудана Деррия. Фирман настолько важный, что он приказал мне сопровождать и охранять его. Да. Хотел бы знать, что содержится в фирмане. Я, кажется, догадываюсь. Надо срочно послать кого-нибудь к его преосвященству. Пойдемте, мой друг, нам надо спешить. Я в неоплатном долгу перед вами, Гея. Можете рассчитывать на нас всегда. Благодарю. Но сейчас мне надо бежать. Меня могут хватиться во дворце, и мне придется объяснять свое отсутствие. Мне бы этого не хотелось. Да благословит тебя Аллах, добрый человек. Помолись за нас, грешных. Да благословит вас Аллах. Вы говорили, сеньор Санута, что даже после смерти своего мужа моя дочь останется правителем Кипра. Совершенно справедливо. Однако Кипр станет вассальным по отношению к венеце и государству. В таком случае Совет Десяти в любой момент может упразднить королевство и объявить его частью своей республики. Договором это не обусловлена, Ваша Светлость? Но это возможно. Но это возможно. Все возможно. Однако договор гласит, сеньорита Катарина и ее потомки, если таковые будут после второго брака, остаются сюзерянами Кипра. Ну а дальше все в руках Господа. И Святой Церкви. Ну что касается Святой Церкви, я гарантирую ее поддержку Вашей дочери. Хотя, князь, я не понимаю, почему Вы так уверены, что в браке с королем Яковым у Вашей дочери не будет детей. Все в руках Господних. Не так ли, сеньорита Катарина? Я не хотела бы обсуждать этот вопрос Ваше Преосвященство. Я понимаю Вас, сеньорита Катарина. И все же, Вы согласны с контрактом? Я думаю, что мой отец в состоянии решить этот вопрос без моего участия. В таком случае, князь, если у Вас больше нет вопросов, прошу подписать брачный контракт. Подписывайте, сын мой, и не забывайте, что этот брак желанный для Церкви, а значит, всегда будет под ее святой защитой. Ну, поскольку контракт уже подписан, не соблаговолите ли, уважаемая сеньорита Катарина, сказать, когда Вы собираетесь отправиться на Кипр. Я обещала Его Величеству прибыть как можно быстрее, поэтому я готова отплыть хоть завтра. Ну что ж, чем быстрее, тем безопаснее. Безусловно. Меньше риска, что об этом станет известно в высокой порте. Сеньор Санута, Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы корабль сеньоритой Катариной сопровождала судно самым опытным капитаном. Ну, разумеется, Ваше Пресвященство. Я подобрал самую отважную, самую смелую команду во всем венецианском флоте. Два самых быстроходных и лучше всего оснащенных орудиями и боеприпасами судно будут сопровождать сеньориту Катарину. Единственная просьба. Это касается и вас, и вас, князь. Держать в тайне дату вашего выхода в море. Никто, даже самой близкой, не знает о дате наш в отплыке. Вот и прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok